В этот раз в кресле у психолога не наркоманы и не алкоголики, а их близкие люди. Неожиданный факт. По опыту врачей, именно родственники зависимых срывают им ремиссию. Мы пытались помогать пациентам, оказывали очень хорошие услуги, комплексные. Но когда пациент у нас снова возвращается в привычные для него условия, у него очень часто бывают срывы. И мы начали анализировать это, и выяснилось, что большое значение имеют как раз домашние условия, родственники. Родители, они как ждут? Они ждут скорейшего выздоровления, то, что все пойдет на поправку. Я также буду проявлять там гиперзаботу, гиперопечность. Родные стараются помочь, но делают это неправильно, утверждают специалисты медучреждения. И пользы от такого подхода нет. Родственники, находясь в созависимых отношениях с пациентом, пытаются чрезмерно контролировать его действия. В таком случае страдают обе стороны. А я зависел от его настроения. Употребил он или не употребил. У меня не было планов. Ситуация в каком он настроении. Трезвый, нетрезвый придет. А я, получается, полностью зависел от его употребления. То же самое. Мы одинаковые были. И пытались друг друга переделать. Чтобы в хорошем смысле дистанцироваться от жизни пациента, родственников приглашают на свою терапию. И в конечном счете разделяют жизни пациента и его родственника. В краевом наркодиспансере несколько раз в неделю с супругами, детьми, родителями зависимых занимается психолог. Разыгрывают сценки из жизни, помогают вести свой дневник и рисовать эмоции. Как в детстве. Примерно теми же методами когда-то работали с Дмитрием. Помогали разными способами. Я приходил на консультации. Мы долго беседовали. Искали корень проблемы. От чего у меня пошло. Как это пошло. Как стало развиваться. И попутно стал посещать различные кресла релаксационные. Такое оборудование называется сенсориумом. В нем человек погружается в транс и отвлекается от тревожных мыслей. Сенсориум очень благоприятно влияет на все органы чувств. Это в первую очередь, конечно же, зрение и слух. Мигание в очках помогает действительно расслабиться. А музыка в наушниках это такой некий бриз морской. Больше 200 программ против курения, алкоголизма, депрессии и других видов болезней. В каждом варианте своя музыка и частота мигания. Правильное лечение быстро поможет гармонизировать отношения с собой и другими людьми. Кстати, большая часть от зависимых родственников, которые обращаются за помощью, женщины. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.